всем привет с вами не агаров продолжаем на вылу антарес и так после объяснения с каем наша героиня вернулась к себе в комнату какими бы они не были чувства к это она говорит хотя я не услышал ответа мне не было грустно да она призналась ему в любви но он не сказал в ответ что любит ее я радовалась что теперь кай сможет искренне улыбаться суббота 26 августа когда я проснулась руика уже не было солнце ярко светило в окно сколько же я проспала ничего себе часы показывали 11 всю неделю кай сбегал меня в школьных коридорах когда наши взгляды встречались он поспешно бегал от меня ли скрывался за дверью ближайшего класса я искала его во время обеда но не находила было неприятно но я знала что есть вероятность того что кай меня отвергнет я не знала как он отреагирует я не ожидала что он ответит мне взаимностью но и что будет избегать меня тоже не предполагала надеюсь что так не будет продолжаться вечно и мы хотя бы останемся друзьями а что это было будто кто-то стучал в окно я подошла к окну открыла его выглянув наружу кай что он здесь делает вот его я совсем не ожидала увидеть после того как он целую неделю не разговаривал со мной прекрасный так стал часто краснеть кайкун привет я очень нервничала но старалась вести себя как обычно не ожидал что когда увижу его мое сердце будет биться так часто кай молчал он смотрел в пол и кажется подбирал слова козовый кисан да что ты хотел кай посмотрел мне в глазам наверно зальюшись краской сегодня суббота и ты это не занята сегодня нет я собиралась везде ничего не делать тогда дай сюда руки ладно я протянула ему руки он взял их свои его большие пальцы накрыли мои маленькие он вытащил меня через окно держать за руки так крепко что я не смогла бы сбежать даже если бы очень захотела конечно же я не хотела а теперь идем куда идем ты хочешь чтобы я сказал это вслух прости я не понимаю чем ты говоришь я не думал что он может покраснеть еще сильнее это мы идем на свидание и тихоечко то говорит что я ничего не слышу свидание мы идем на свидание теперь довольно так почему он так себя ведет он еще раздражительнее чем обычно а свидание почему хочешь сказать что ты не хочешь конечно же хочу просто ты всю неделю сбегал меня я думала ты снова меня возьми на видео дело не в этом просто я многом думал и решил что вел себя глупо да избегать меня было глупо но я понимаю много произошло и ты не знал что с этим делать не напрягайся расслабься кайкум не забывай что я люблю тебя я хочу быть с тобой стоп когда ты так говоришь я совсем не знаю что делать он потупился избегая смотреть мне в глаза ну это правда я действительно люблю тебя кстати ты пригласил меня на свидание значит ли это что ты разделяешь мои чувства не выдумывайся совсем не так поняла ладно прости говорит опять ах нет прости я не это хотел сказать я не привык что мне говорят такие слова и не знаю как нужно отвечать я не умею выражать свои чувства но я постараюсь ты ты нужна мне козылокиса у меня нет никого кроме тебя что же я здесь с тобой так что давай весело проведем время вместе хорошо да кай попросил гнумию сенсей телепортировать нас город что тот проделал с огромным удовольствием мы не говорили ему что идем на свидание но он мог понять это просто прочитав мои мысли и что мы будем делать я хотел зайти в зоомагазин на свидание зоомагазин да ты против совсем нет просто это немного неожиданно и не очень романтично ну да ладно пока мы вместе мне было все равно куда идти мы направились к зоомагазину непринуждённо болтая мы оказались единственными посетителями в магазине было множество различных животных но кай не обращал на них внимания кажется он искал что-то определенное я могу вам помочь да каких животных вы ищете котят как я сразу не додумалась если хотите я проведу вас в игровую комнату там вы сможете поиграть с котятами правда конечно лучший способ выбрать себе питомца поиграть с ним идем к злой кисан кай схватил меня за руку и потащил в игровую комнату постой ты же не собираешься брать себе котенка почему нет ты лучше всех остальных знаешь что в общежитиях запрещено держать животных что скажет у генома сенсей он не узнает разве эту генома сенсей можно спрятать целое животное он владеет всеми существующими способностями он почти бог вы вошли в игровую комнату я принесу вам нескольких котят вы поиграйте с ними скажете если какой-то вам понравится ладно продавец вернулась через несколько минут с парой котят пожалуйста она протянула одного каю второго мне такой милый кажется кай очень нравилось держать его на руках его лицо не изменилось зато глаза загорелись счастьем в комнате было несколько игрушек и мы немного поиграли с котенком кая кажется этот вам очень понравился будете брать его кай неуверенно посмотрел на меня козлокий сан помнишь ты тогда сказала что хочешь помочь мне заботиться о котятах да помню тогда об этом мы будем заботиться вместе правда у меня отдельная комната так что мы можем прятать его там ну и как было ему отказать когда он так на меня смотрел если он будет держать его у себя то для меня вообще не будет никаких проблем кажется это сделала бы кая счастливым хорошо кай заплатил за котенка я купила необходимые для него вещи и корм идем да мы вышли из магазина направились к станции чтобы сесть на поезд все что ли мы кое-что забыли такое короткое свидание мы что-то забыли в магазине нет у него нет имени точно ты прав есть идеи как насчет введите имя а меня заставляет выбрать имя как назвать котенка я даже не знаю ну меня в симсах зовут котенка техасик давайте так его что ли называть а мы ну я знаю как мы назовем его назовем хосе как моего кота все нормально хосе а чё да как тебе звучит как то странно ну пусть будет так ах а мне кажется она ему подходит к злокий сан ммм почему ты покраснел ты не чувствуешь будто хосе наш ребенок а моего родителя что заботиться о ком-то вместе создается ощущение что мы влюбленная пара ну или что-то вроде а мы пара что злокий сан тебе не обязательно отвечать просто подумай об этом разве ты не хочешь знать ответ а ты уже готов мне его дать он кивнул и каков он я чувствую что если увижу тебя наедине с другим парнем я могу убить его ох я никому не позволю тебя отнять у меня поэтому ты будешь моей только моей кайку я счастлива что ты сказал это я так боялась что мои чувства не взаимны и я действительно счастлива ага он посмотрел на меня с легкой улыбкой несмотря на все это кажется между нами ничего не изменилось если ничего не сделать то все так и останется я так счастлива кайку я порывисто обняла его руку эй держи себя в руках козово кисан бубу-бубу перестань называть меня козово кисан зови меня марин ладно а можно конечно ты же теперь мой парень ну это нет да я твой парень ах какая идиллия я так рад вас за вас мы замерли услышал знакомый голос папа ну как же без папы кай спрятал хосе под рубашкой какого черта ты тут делаешь пришел забрать вас обратно конечно же а как насчет вы а как иначе вы собирались вернуться или вы не собирались сегодня ночевать дома ты же это прячешь кайчан ключ от номера в отеле ку-папа заткнись отец ты говоришь пустынные вещи о-хо-хо на высказок кисан теперь пара для вашего поколения молодых людей это вполне нормально ты не прав только не забывайте предохраняться ладно господи папа я еще не готов к маленьким каям бегущим по моему кабинету отец о боже ну что давайте возвращаться генома сенсей дотронулся до нас и телепортировал обратно в антарес только вот мы появились перед общежитием парней ты же хочешь посмотреть на комнату каяка звуки сан если не хочешь чтобы про вас ходили слухи это будет самое уединенное место где вам никто не помешает ты серьезно кай за все 16 лет ты ни разу не разговаривал с девочкой я уже начал беспокоиться не хочется чтобы ты хорошо провел время мы с каем обменялись неловкими взглядами вообще-то козу то есть марин собиралась зайти ко мне чтобы на кое-что посмотреть да кай уставился на меня а да точно именно так я хотел посмотреть на его эм эм его штуку на имел ввиду мое домашнее задание такая она дурочка ей нужно посмотреть на мое домашнее задание ну тогда ладно а генома сенсей улыбался и кивал но было очевидно что он нам не поверил козу кисан я разрешаю тебе заходить в комнату кай но не оставаться на ночь ладно конечно приятного вечера идем кай схватил меня за руку потащил в общежитие густо покраснев хотела посмотреть на мою штуку это лучше что ты смогла придумать прости я совсем не умею гать под давлением я так и понял давай скорее пока нас никто не увидел я торопливо поднималась за ним по лестнице пока мы не оказались на верхнем этаже твоя комната на самом последнем этаже здесь только моя комната и комната отца наши комнаты значительно больше поэтому что мы живем здесь постоянно кай указал на комнату в конце коридора я не удивилась увидев простой интерьер кай не был похож на человека который любит все возможности и декорации кай вытащил хосе из под рубашки и положил на кровать ты уверен что его здесь не найдут да в эту комнату никто не входит кроме меня я первый человек который увидел твою комнату он кивнул присаживаясь на кровать да не обращай внимание на то что говорит отец он иногда ведет себя как полный идиот ладно всегда надеюсь ты не чувствуешь что тебя заставляют заставляют или что-то вроде этого я села на кровать рядом с каем я немного нервничала находясь наедине с парнем в его комнате хотя я и знала что кай ничего не будет делать но часть меня хотела чтобы он сделал кайкум я хочу тебе сказать кое-что и это не потому что меня заставляют а потому что я действительно хочу этого тебе не кажется что мы должны сделать то что обычно делают влюбленные пары что кай напрягся что мы должны сделать то самое понимаешь нет вот так сразу он смотрел на меня так будто я предложила что-то ужасное не хочешь не думаю что я уже готов к этому ох кажется кай заметил мое разочарование мне конечно любопытно но у меня совсем нет опыта и я стесняюсь опыт дело практики у всех это бывает впервые мы же теперь вместе как он так что ты не должен стесняться меня но устарательно отводил взгляд его глаза нервно бегали из стороны в сторону ты это серьезно? ты смеешься надо мной? что? зачем мне это делать? ладно, тогда думаю нужно попробовать я подожду когда ты будешь готов но у меня ничего нет чего? для этого ничего не нужно я задумалась а ты имеешь ввиду мятные леденцы? они тебе не нужны нет нет это другая вещь ну ты понимаешь нет ты не знаешь? нет что еще тебе может понадобиться? тебе разве не рассказывали в школе? что? ну это забудь я просто буду осторожен кайкун о чем ты вообще говоришь? а о чем говоришь ты? я хочу чтобы ты меня поцеловал опять не так понял много-много точек не думала что кай может покраснеть еще больше но он стал просто бордовым а ты что подумал уточнять нужно влюбленный пара делает много всякого я подумал что ты можешь не говорить всегда знала что ты извращенец сама ему предложила такая женщина сама извращенка ты предлагал мне неприличные вещи ты пыталась тянуть меня во что-то да да нет же это твой извращенский мозг переначал то что я хотела сказать посмотрели друг на друга чая на краснее ладно забудь об этом просто иду хорошо я устала ну-ка я схватил меня за руку останавливая подожди что посердишься на меня не только жутко смутилась тогда если ты не злишься можно я тебя поцелую да я задрожала предвкушение к аккуратно садил меня обратно на кровать взял глубокий вдох и придвинулся поближе затем замялся глядя на меня ты собираешься меня целовать не говори ничего кай придвинулся еще ближе обняв меня я сделаю это что-то он там задумал он просил помолчать но чувствовал себя неловко когда он так долго смотрел на меня кайкун вас это не должна закрыть глаза точно ты прав прости вот так да я молчал но ничего не происходило кайкун ты еще здесь марин я попыталась открыть глаза ну нет нет не открывай глаза чем дело перед тем как я это сделал должен кое-что тебе сказать я но ты слышишь меня позволяешь мне читать свои мысли да у меня не получается сказать это но я хочу чтобы ты знала так что это самый простой способ я люблю тебя марин мысленно короче сказал не успел я ответить как его губы коснулись моих это было странное и непривычное чувство но так и должно быть в этот момент все было именно так как должно было быть мы раскрыли свои чувства и выражали их как могли спустя пару секунд кай отстранился поцелуй был легким но большего я не ожидала именно такие я себе представляла первый поцелуй с каем марин можно я поцелую тебя еще раз в этот раз я поцелую тебя что ну я прижалась к нему и поцеловала в этот раз поцелуй был дольше я перевела дыхание кай покраснел ничего себе я люблю тебя кай ты меня смущаешь ты тоже любишь меня да я уже сказал ха-ха все в порядке я уже знаю так что не нужно говорить об этом постоянно а хусе наш котенок залез ко мне на колени свернулся клубочком наверное устал он же совсем маленький кай стал гладить хосе пока тот не замурлыкал ах он такой милашка я рада что мы взяли его хоть и придется его прятать кайчанг звуки сан уже поздно и вам пора расходиться папа можно мне войти нет подожди спрячь его марин спать конь фигню сморозит кай притина притяну мне хосе и я попыталась быстро найти место где его спрятать я положила его в корзину для белья прикрыв сверху пары футбола кая я вхожу развлекались нет ха-ха не нужно врать сынок я знаю что вы не занимались домашним заданием не хочу прерывать ваше веселье на кусок и сам пора возвращаться к себе скоро наступит комендантский час да хорошо спокойной ночи кайку я помахал ему на прощание и поспешно покинула комнату чтобы избежать неловких разговоров с огиномой сэнсэя возвращаясь к себе всю дорогу думал о событиях сегодняшнего дня мысли сбивались кучу но я чувствую себя очень счастливой и продолжим мы с вами в следующей части спасибо за просмотр и пока